Как влюбить в себя любого. Автор Лейл Лаундес. Глава сорок третья. Охотники, занимайтесь любовью с женщиной так, как этого хочет женщина. Позвольте мне сделать вступление к этой главе и сказать, что я далека от мысли, будто бы несколько дополнительных глав, объясняющих, чего именно женщина хочет в постели, изменят мужские привычки по отношению к прекрасной половине человечества. Даже подробные схемы пособий по сексу так и не научили мужчин нежному массажу женских эрогенных зон. Ошеломляющая очевидность того, что в постели женщины нуждаются в ласке, романтике, страсти, чувственности и силе, не изменила привычек мужчин, которые своим поведением в постели часто напоминают кроликов. Рассказы и сообщения могут помочь. Крики и стоны нет. Мужчинам необходима помощь. Требуются более радикальные средства. Если после тщательного изучения книг вроде «Как заниматься любовью с женщиной» и «Как всегда удовлетворять женщину», среднестатистически мужчина все еще отворачивается от женщины через 12 минут после начала занятий с ней любовью, или еще раньше, ему необходима дополнительная помощь. Вот она. Урок, который займет один час и изменит всю вашу жизнь. Одна картинка стоит тысячи слов. Кинофильм стоит тысячи картинок. Мужчины, выполните несложные домашние задания. Опыт, который вы получите в течение часа, в который, я предполагаю, вам будет стоить миллиона слов. Человеческий мозг может быстро забыть то, что было прочитано, но требуется намного больше времени, чтобы из вашей памяти стерлись кино или видеофильмы. Если же фильм достаточно интересен, его образы могут сохраниться в вашем сознании навсегда. «Джентльмены, если вы хотите стать хорошими любовниками, у вас есть уникальное преимущество перед вашими дедами, отцами и даже старшими братьями. В прекрасной половине человечества появилась новая порода женщин, и они снимают свои собственные кинофильмы». Если книги ничему вас не научили, женское порно вобьет в вас необходимые знания. Женское порно показывает миру, что есть, что в женской эротике. В отличие от мужской порнографии, женские порнофильмы показывают вам, какие поцелуи нравятся женщинам, какие ласки они любят, что им хочется слышать и как им нравится заниматься любовью. На что похожи эти фильмы? Вы можете назвать большинство из них мягкой романтической порнографией, «Но они мягкие не из-за цензуры». Здесь нет запретных тем, нет ханжеской стыдливости, нет внутренней скованности. Ревиссеры-женщины ничего не скрывают. Мягкое романтическое порно показывает тот способ заниматься любовью, который нравится женщине. Что нравится ей на экране, того же она ждет и от вас. Некоторые из этих фильмов интересны, некоторые весьма посредственны, некоторые совершенно глупы. Но все они содержат моменты, вызывающие у женщин сильные эмоции. Женские эротические фильмы, в отличие от мужских, более сложны. Вместо голого секса вы найдете там страстную чувственность. Эти фильмы показывают эмоциональную связь и любовь между партнерами. Лица партнеров, данные крупным планом, отражают их чувства. Открывается скобка. Обратите внимание, джентльмены, Вы можете возбудить женщину во время секса с помощью выражения вашего лица. Закрывается скобка. И что важно, вы можете увидеть, где прикасаться к женщине и какие ласки ей нравятся. Все, что вы увидите, невероятно далеко от той дезинформации, которую вы получаете из мужских порнофильмов. Недавно, просматривая мужское порно в поисках материала для этой книги, я долго смеялась. Мужчина, порнозвезда, вероятно, довольный тем, какое удовольствие он, по его мнению, доставляет своей партнерше, энергично пытался вдавливать калитор бедной девушки в ее тело своим средним пальцем. К счастью для нее, он отклонился от своей цели на четверть дюйма, иначе это причинило бы ей невыносимую боль. Джентльмены, преимущество просмотра женского порно не заканчивается новыми сведениями о географии тела. Вы получите другие практичные советы и указания, например, относительно вегливости и изысканных манер при одевании презерватива. Ищите фильмы таких режиссеров, как «Кандида Ройел», «Глория Леонард» и «Дебора Шеймс». Имея в виду, что это только некоторые из знаменитых женщин-режиссеров. Вот рецензии их фильмов после предварительного просмотра. В фильмах «Кандиды Ройел» вы освоите техники прикосновения и ласк. Посмотрев фильмы «Глории Леонард», вы поймете, что юмор и секс неотделимы друг от друга. Из фильмов «Деборы Шеймс» вы научитесь создавать правильную атмосферу, необходимую для того, чтобы ваша добыча влюбилась в вас. Из всех этих женских фильмов вы узнаете, что юмор, романтика, нарастание напряжения и сильные, медленно движущиеся руки – это то, что срабатывает в отношениях с женщинами. Вы узнаете, как именно ваша добыча на самом деле хотела быть, чтобы вы подарили ей наслаждение в постели, или на обеденном столе, или в лифте, или на пляже. В одном эпизоде, например, вы увидите женщину, выходящую из наполненной пеной в ванны, со скучающим выражением лица, из-за того, что она обязана поехать на торжественный, благотворительный бал. Она залезает в свой платяной шкаф, чтобы достать оттуда белую кружевную сорочку. Как только она надевает ее, заботливые руки охватывают ее сзади. Она чувствует нежный поцелуй в шею. Уверенные руки осторожно снимают с нее сорочку, которая падает на пол. И молчаливый незнакомец нежно проводит своим сильным и нежным мизинцем вокруг ее соска. В этот момент, джентльмены, вы, возможно, поддавшись соблазну, начнете быстро перематывать видеокассету вперед в поисках дальнейших, в кавычках, интересных событий. Бесполезно, потому что начало фильма, место действия, основная сюжетная линия, характеры персонажей, многое из этого и есть, в кавычках, интересные события для женщин. Многие женщины тесно связывают секс с любовью, и они становятся полностью возбужденными только когда чувствуют глубокую привязанность и уважение к своему партнеру. Это становится ясно во многих женских эротических фильмах. Мои приятели мужчины иногда жалуются, почему женщина не может забыть все эти романтические вещи во время секса и перейти к самому процессу. Но, джентльмены, любовь или, по меньшей мере, отношения для нее и есть, в кавычках, сам процесс. Любовь к вам возбуждает ее. Ваша любовь к ней делает ее еще более возбужденной. Все исследования доказывают, что женщины действительно более склонны к романтической любви. В одном из типичных исследований психолог из Государственного университета Луизианы читал мужчинам и женщинам один и тот же эротический рассказ. После этого участники эксперимента были опрошены. Мужчины вспоминали и считали возбуждающими те эпизоды, где женщина, в кавычках, царапала спину своего партнера и обнимала его ногами, в то время как женщины запомнили в качестве самых горячих мест те сцены рассказа, в которых, в кавычках, они пристально смотрели друг другу глубоко в глаза. В мужском порно все одинаково, все страстно желают друг друга. И все подходят друг к другу. В женском порно все любят друг друга, все чувственны и все испытывают друг к другу пылкую страсть. Когда вы посмотрите фильмы, снятые женщинами, вы, наконец, поймете это. Вы увидите собственными глазами, как заниматься любовью с женщиной, так как ей это нравится. Охотники, если печатное слово не помогло вам, если просто чтение фраз вроде «делайте это долго и медленно» не сдвинуло дело с мертвой точки, попробуйте посмотреть женское порно. Просмотр длительных кинематографических прелюдий к сексу, возможно, сработает. Это замедлит вашу предварительную игру в сексе и усовершенствует вашу технику. Прием номер семьдесят три, в скобках, для охотников. Научитесь быть страстными и чувственными, посмотрев женское порно. Охотники. Появилась новая порода женщин, и они показывают миру, что является для них действительно возбуждающим в постели, а что нет. Чтобы свести вашу добычу с ума в постели, выбросите в мусорное ведро ваши мужские порнофильмы. Из них вы не получите ничего, кроме дезинформации, с которой вы уже знакомы. Вставьте в свой видеомагнитофон кассету с одним из фильмов, снятых режиссерами-женщинами, и просмотрите его. Затем составьте подробный конспект. Джентльмены, если ваш приятель отправился в магазин видеофильмов, и вы думаете, что он будет смеяться над вами, если вы попросите его взять для вас пару видеофильмов с сентиментальными названиями вроде «Секрет Кристины» или «Вкус нектара», Закажите видеофильмы по почте. Некоторые из таких фильмов очень хорошо сделаны, более подробны и, кроме того, представляют мягкий женский взгляд на изучаемый вами предмет. Другой краткий курс молодого бойца по изучению страстной чувственности в скобках для мужчин. Джентльмены, если у вас нет видеомагнитофона, еще не все потеряно. Другой наглядный экспресс-курс по возбуждению женщины вы можете найти не в книгах и руководствах по сексу, а в женских, любовных и эротических романах. Вы знаете, что 25 миллионов человек регулярно покупают любовные романы. Наиболее известные произведения публикуются в Америке издательством «Арликин». Если вы считаете, что только совсем глупые женщины сходят с ума от женских любовных романов, вы ошибаетесь. Большинство читательниц любовных романов в США имеют высшее образование и зарабатывают в среднем 40 тысяч долларов в год. Ежемесячно 150 новых произведений этого жанра выходят из печати, доверху набитые историями о сильных и чувственных мужчинах, привлекательных молчаливых незнакомцах и промышленных магнатах, которые пересмотрели свои жизненные ценности и радикально изменили приоритеты в жизни после того, как встретили свою любовь. Охотники, зайдите в ближайший книжный магазин. Вы можете пробормотать продавцу, что ну вы покупаете это для вашей сестры. Вот. Затем уединитесь на час или около того и приступайте к очень поучительному чтению. Здесь вы получите только первое представление о том, что вы найдете в одном из таких любовных романов. Его героиня Эмма, известная писательница, которая должна уединиться в доме на берегу моря и работать над киносценарием вместе с – открываются кавычки – талантливым, сексуальным и походливым Сэмом Купером – закрываются кавычки. После длительного прохладного отношения к ней со стороны Сэма, Эмма решает заняться с ним любовью, но не встречает с его стороны ответного желания. Эмма готова, но Сэм говорит – открываются кавычки – я не стоиловое животное, я не могу любить по команде, давай поговорим. Эмма отвечает – послушай, самое умное, что ты когда-либо говорил, было – это просто секс. Давай выведем его из системы наших отношений и предадимся ему. Что ты теперь скажешь? Я скажу – давай подойдем к этому медленно, пусть все идет своим чередом. Почему? – его голос задрожал. Это более романтично. Она раздраженно фыркнула. Кто это там еще говорит о романтике? Я. Я имел в виду, что это не только о сексе. Тогда о чем ты? Ты говорил, что это просто физическое влечение. Если бы мы переспали друг с другом, оно бы прошло. Так давай просто переспим. Это не просто физическое влечение, во всяком случае для меня. Его голос смягчился глубокими, значительными интонациями. Я чувствую что-то по отношению к тебе. Я думаю, что я влюбляюсь. Охотники, вы заметили, что в уста прекрасного, мужественного, сексуального Сэма вложены мнения и чувства, которые традиционно испытывают женщины? Он хочет поговорить, он хочет большей романтики, и он думает, что он влюбляется. Эмма, боясь своих эмоций, пытается уйти. Доведенная до отчаяния, она распахнула дверь на веранду. Темная серая завеса дождя обрушилась на нее. Моментально намочив ее всю, и она побежала к изгороди, собираясь перемахнуть через нее и броситься к пляжу, где волны разбивались о прибрежные камни, превращаясь в пену. Сильные руки схватили ее за талию, потянули назад и развернули ее обратно. «Ради Бога, поверь, ты неправильно поняла меня!» Кричал он, заглушая шум ветра и рев волн. Струи дождя текли по ее лицу. Она попыталась вырваться из его объятий. «Пусти меня!» — схлипнула она. «Ты не хочешь меня! Ты ясно дал мне это понять!» Потеряв рассудок, она билась в его объятиях. «Неужели это похоже на то, что я не хочу тебя?» Сэм привлек ее ближе, крепко прижав ее к своему сильному телу, чтобы остановить ее, и тогда его горячие губы коснулись ее губ в страстном поцелуе. «Ты сумасшедшая!» — простонал он. «Ты сводишь меня с ума! Я уже не знаю, что я хочу! Я не знаю, что делаю! Я уже не понимаю себя!» Он подчеркивал каждое слово волнующими поцелуями. «Есть только одно, что я знаю наверняка, если ты не будешь рядом со мной, если я не займусь с тобой любовью прямо сейчас, я, наверное, умру!» Охотники, читайте Мехдустрок и отметьте все, все элементы повествования. Например, даже в этих нескольких абзацах есть драматическое столкновение, экзотическая обстановка пляжа и усиливающееся переживание обеих партнеров. И прежде всего там есть Сэм. Сэм – чуткий мужчина, который нуждается в ней, который любит ее. Сэм – сильный, нежный, чувственный, но предметом страсти Сэма был не секс, им была она сама. Теперь перейдем, собственно, к сексу. Когда мы оставили Эму и Сэма, они боролись под проливным дождем на фоне шума волн, обрушивающихся на берег возле дома. Они все еще там, но теперь Сэм медленно стянул с нее одежду, оставив их обоих обнаженными под проливным дождем. Их вздохи и стоны растворялись под тяжелой завесой дождя. Находясь на верху ненаслаждения, она подняла голову, окна дома освещали бронзовым светом его влажную кожу, отчерчивая его лицо яркими поверхностями и темными тенями. Она пристально смотрела в изумительную голубизну его сияющих глаз. Она видела густые темные ресницы, слипшиеся от дождя. И вот она, и вот он был уже сверху, овладевая ею. Ее голова откинулась назад, и дрожь волна за волной прокатывалась по ее телу, извлекая бессловесные крики и стоны из ее гортани. Его губы касались ее шеи, пока он неистово двигался резкими толчками. Его руки судорожно сжимались, когда он изливался в нее так восхитительно и бесконечно долго. Внезапно все затихло. Был слышен только настойчивый шум волн, дождь, барабанивший по веранде, по лужам вокруг и ручьями стекавший с их тел. Эмма медленно подняла голову и увидела его закрытые глаза, когда он с выражением одновременно боли и экстаза прошептал «Моя дорогая девочка!» Опуская свои руки вниз по ее спине и обволакивая ее теплом, которое было больше, чем просто физическим, «Я хочу остаться с тобой навсегда». Джентльмены, вы заметили во время секса ощущения Сэма, выражения его лица, его стоны, в скобках, даже его ресницы отпечатались в сознание Эммы вместе со стуком дождя. После восхитительно и бесконечно долга было тепло, которое было больше, чем просто физическим, и обещание на будущее, «Я хочу остаться с тобой навсегда». Прием номер семьдесят четыре для охотников. Прочтите женский любовный роман. Да, охотники, я говорю это совершенно серьезно. Вы можете хихикать, хохотать, острить, закатывать глаза или кататься по полу, скорчившись от смеха, но двадцать пять миллионов женщин только в одной Америке не стали бы притворяться, что им нравятся эти книжки. Попробуйте. Вам, может, это не понравится. Тем не менее, вам понравится ее реакция, когда вы попробуете некоторые из тех приемов, которые Сэм, Рафаэль, Филипп, Рик, Скай, Дунстон, Тук, Кайл, Кегни и другие, Экзотические охотники, герои женских любовных романов использовали для того, чтобы заманить в ловушку свою добычу. Женщины хотят, чтобы с ними обращались именно так. Наивно? Возможно. Но было бы более наивным полагать, принимая желаемое за действительность, что возбужденные, походливые женщины, мелькающие в мужских порнофильмах, действительно умоляют мужчин разрешить им сделать с ними в реальной жизни все то, что вы видите на экране. Охотники, запомните некоторые фразы из фильмов и изучите их сценарий. Возможно, вы думаете, что ваша добыча относится к тому типу женщин, которых никогда не уличишь в том, что они носят любовный роман в своей сумочке. Тем не менее, независимо от того, насколько она эмансипирована и искушённа в любовных делах, фразы из любовных романов творят чудеса. Слова «Ты нужна мне», «Я хочу тебя», «Я люблю тебя». Поверх шума, ветра и грохота прибоя задевают самые тонкие струны в каждом женском сердце. «Я люблю тебя». Поверх шума, ветра и грохота прибыла, Поверх шума, ветра и грохота прибыла, «Я люблю тебя»,